Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ. В студии работает Анна Зуева. Я и мои коллеги готовы рассказать о самых заметных событиях этого дня. И коротко о главном. Высокий уровень в целом заболеваемости ОРВИ и гриппом, он обусловлен не гриппом. Более 10 тысяч жителей Бурятии заболели ОРВИ. У 73-х свиной грипп. Профсоюзы будут отвечать уже по уголовному законодательству. Как собака-носение профсоюза Бурятии не ремонтируют котельную в селе Оршан и не дают это сделать правительству Бурятии. Для нашей семьи это было большое счастье. В Улан-Удэ состоялась церемония вручения премии «Человек-года». Статуэтки и всенародную любовь получили врач, спасатель и лучник. Грипп на пике. В республике сегодня зафиксировано свыше 10 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Причем лабораторно подтвержден диагноз «грипп» лишь у 73-х пациентов. У них свиной грипп. Половина всех заболевших приходится на столицу Бурятии. Среди районов в лидерах Курумканский, Джидинский и Селенгинский. Параллельно очень активно продолжают циркулируются вирусы негриппозной этиологии. То есть это те, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции. Парагриппы, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, боковирусы и так далее. Поэтому хочется подчеркнуть, что высокий уровень в целом заболеваемости ОРВИ и гриппом он обусловлен не гриппом, а в большей степени все-таки острыми респираторными вирусными инфекциями. Как отмечают специалисты, сейчас идет четвертая неделя подъема заболеваемости. И для них это хорошая новость. Как правило, с пятой недели количество заболевших идет на спад. Школьники города все еще находятся на вынужденных каникулах. Санитарные врачи не исключают, что их могут продлить. Детсады работают в штатном режиме. В медицинских учреждениях введен масочный режим. Также медики рекомендуют носить маски и чаще мыть руки. В городских поликлиниках у нас работает 55 мобильных бригад. В обычное время у нас работает 20 бригад неотложной медицинской помощи. Перепрофилируются койки у нас для того, что средне-тяжелые заболевания ОРВИ и гриппом требуют и у взрослых, и у детей, у беременных женщин госпитализации. Отличается этот год от предыдущих тем, что подъем заболеваемости начался раньше на несколько недель. Медики говорят, если привить 75% населения, то гриппа можно избежать. В этом году в Бурятии привили около половины жителей. 25 пожарных тушили жилой дом на улице Жердева, 63. Загорелась квартира, а за ней и крыша здания. Полиция и МЧС эвакуировали более 60 жильцов. Готовы пункты временного размещения в детских оздоровительных лагерях на Верхней Березовке. Но жильцы не намерены покидать свои квартиры. На месте происшествия работает Будам Мунхоев. Ему слово. Здание на Жердево загорелось в районе 15.00. Как только начался пожар, отсюда эвакуировали около 60 людей. Тушили это здание 10 единиц техники и 25 человек личного состава. По данным оперативной сводки, погибших здесь нет. Есть пострадавшая девушка, у которой обнаружены ожоги. Не удалось спастись лишь домашним животным. По словам местных, тушили этот пожар на протяжении нескольких часов. Уж точно больше, чем один час. И вот еще что говорят жители этого дома. Там он сейчас, все люди на пятом этаже, там и пожарники, там все, там комиссия, все они там в этой квартире. Ну а из-за чего, не знаю. А кто был в квартире? Девочка, я вам говорю, девочка одна в седьмом классе учится. Никто не пострадал? Нет, у них никто. Ну, кроме животинки. Ну, тушили долго, потому что крыша горела. Это полчаса, час. Больше. Больше? Больше нет, сколько часов. Разгорание в этой квартире было. А у нас соседи. У них спальня. А спальня у них через стенку от нас. У вас ничего не пострадало? Вроде нет, разве что? Потопило все. Затопило конкретно. Потом, потом, потом. А так мы не давали. Точные причины пожара пока не установлены, но среди местных ходят слухи о том, что на верхнем этаже замкнула гирлянда. Сейчас в обгоревшей квартире проводится доследственная проверка. На экс-председателя правления Байкалбанка завели уголовное дело по части 1 статье 201. Вадиму Егорову инкриминируют превышение должностных полномочий. Следователи установили, что Вадим Егоров, используя служебное положение, сделал подложное заявление и подделал подпись вкладчика Владимира Гейдебрехта о переводе с его счета 162 миллионов рублей. В итоге деньги оказались на счете подконтрольной Егорову организации ООО «Витим СНАП». Сам Гейдебрехт доволен, что полиция наконец взялась за Егорова, а он из статуса свидетеля перешел в статус потерпевшего. Я доволен. Я очень надеюсь, что все это дело будет доведено до конца и он получит то, что он заслуживает. Я-то хотел, чтобы его привлекли именно как не превышение там полномочий, а как человека, организовавшего кражу, именно как воровство и так далее. Но я думаю, что в этом деле разберутся наконец-то. Я на это очень надеюсь. Сейчас следователи начинают расследовать это уголовное дело. Потерпевший Владимир Гейдебрехт, который сейчас живет в Калининграде, уже допрошен. В селе Орли Кокинского района директор детсада сама себе назначала премии. Заведующая с 2013 по 2017 годы выписывала себе премии из экономии фонда оплаты труда детского сада. Тогда как в соответствии с документами премия руководителям детских дошкольных учреждений должна назначаться приказами районного управления образования. Из средств централизованного стимулирования руководителей сообщили в прокуратуре Бурятии. Таким образом, директор детского сада получила деньги, которые должны были получить воспитатели. Заведующая возместила причиненный дошкольным учреждением ущерб, и суд прекратил уголовное дело, назначив директору штраф в размере 20 тысяч рублей. Котельная курорта Саяны, которая отапливает здравницу и жилые дома в селе Аршан, нуждается в срочном ремонте. Котлы почти прогнили и уже не дают тепла ни отдыхающим, ни местным жителям. Владельцы курорта, объединения организации профсоюзов Бурятии, вкладываются в новое оборудование, не торопятся и не дают это сделать правительству Бурятии, которое готово наладить работу котельной. Подробности в материале Буды Мунхоева. Эта котельная отапливает корпуса от наименного санатория Саяны, а также около 200 квартир и домов. Однако жители и постояльцы тепла от нее порой не получают. По-хорошему ее должны отремонтировать, но вместо этого котельную фактически забросили. Вопрос назрел это уже давно, потому что котлы старые. Эта зима нам показала холодная, и мы хорошо помучились. Мы заморозили микрорайон и вынуждены были с 11 января санатория Саяны закрыть на консервации. Монтаж и демонтаж котлов обойдется почти в 4 миллиона рублей. Для бюджета республики сумма не столь большая. Однако власти не имеют права даже сменить лампочку. Ведь котельная, впрочем, как и весь курорт, это частная собственность, отвечает за которую профсоюзы Бурятии. Мы в прошлом году одну котельную забрали, восстановили, провели ремонт. Сейчас район топит, как раз местное население. Профсоюзы дают нам то, которое уже останавливается совсем. Что пока еще теплится, из чего можно что-то выжать, они пока оставляют у себя. Как доводят до ручки, так отдают. Правительство республики готово забрать и эту котельную, хоть завтра. Более того, обещают, что покроют все долги, отремонтируют и обеспечат постоянный завоз угля. Об этом говорили еще в начале позапрошлого года. Но процесс то и дело затормаживает. Мы готовы эти котельные передавать и готовы передавать курорт, поскольку было решение совета об этом. Но пока вот процесс остановился. Проблема в чем? Проблема в том, что все-таки, наверное, есть проблема в лицензиях. Байкал-курорта земельный, там ряд вопросов есть по Аршану. И, конечно, сама система, она едина. И правительство республики предлагает передать два курорта сразу. Задержки, по их словам, в том, что в санатории могут лишить лицензии на целебные источники. Дабы право на родники осталось, надо передать весь Байкал-курорт целиком. Туда входят не только саяны с ее котельной, комплексы в Старом Аршане, но и здравницы в Горячинске. Если их разделить и вручить отдельно, лицензия останется лишь у одной точки, либо в Тункинском, либо в Прибайкальском районе. Однако основная причина задержки – это боязнь платить по долгам. Сейчас самое главное, мы смотрим, как нам поступить правильно, чтобы нам не оказаться с финансовыми долгами. Чтобы проблема была решена так, чтобы они не пришли на профсоюзные долги. Из этого мы исходим сейчас, только из этого исходим. Умолчал руководитель профсоюзов только о том, что курорты пытались продать в частные руки, но сделка сорвалась. И до сих пор они ищут выгоду в доведенных до крайности здравницах. Видимо, профсоюзы не осознают масштаба бедствия. Ведь отвечают они не только за свой санаторий, но и за все жилые дома в Саянах. Если допустите ЧП, профсоюзы будут отвечать уже по уголовному законодательству. Будам Мунхоев, Николай Дулбаев, Федор Моденов, телекомпания АТВ. Жители Волгинского района на распутье. Им нужно выбирать главу района самим, либо кандидатов выберет местный совет депутатов. Все «за» и «против» накануне рассматривали на публичных слушаниях в администрации района. Недели ранее подобные слушания прошли во всех поселениях района. К слову, в Хоринском, Заиграевском, Муйском и Севербайкальском районах жители уже приняли решение отказаться от прямых выборов и дать возможность членам конкурсной комиссии отобрать кандидатов на должность главы. Подробности далее. Жители Волгинского района поделились на два лагеря. Одни выступают за прямые выборы, другие за конкурсную комиссию. Как утверждают депутаты райсовета, ими движет стремление повысить авторитет и ответственность должности главы района. По их мнению, избирательная кампания в том виде, в котором она проходила ранее в районе, несла больше деструктива и раскалывала жителей на лагеря кандидатов. «Политика – это действительно грязное дело. Это грязная игра. Она была, она есть и она будет. Поэтому мы считаем, что действительно изменения какие-то должны быть. Надо что-то делать». «Дело в том, что, поймите, я поддерживаю здесь старшее поколение, что действительно есть такая вариация, значит, да, непрямые выборы, но есть еще и рекомендации. И плохо или хорошо, но в республике уже четыре района перешли на это. И со временем, скорее всего, перейду, значит, до главы сельских поселений». Плюс ко всему, процент голосующих в Волгинском районе с каждым годом оставляет желать лучшего. На прямые выборы в последние годы приходило максимум четверть избирателей. Однако есть и недовольные новой системой избрания главы. «Если наши дети не будут видеть, как люди голосуют, как это все происходит, тогда наши дети уже будут в стадо, которому навяжут, скажут, иди проголосуй за это, иди вот это, поставь, все. А потом мы на него смотрим, на эту главу. А что он нам скажет? Он скажет, меня поставил глава, все, а вы кто такие? Он нам не скажет, он нам в телезнании у него больше часа». Депутаты утверждают, что отбор кандидатов в конкурсной комиссии обеспечит компетентность претендентов на пост главы района, поскольку главными станут профессиональные качества кандидатов. Отбор происходит только в зависимости от профессиональных качеств человека, кандидата. И вот возможные кандидаты, да, они проходят жесточайший фильтр. При отборе члены конкурсной комиссии рассматривают всех заявленных кандидатов буквально под микроскопом. На итоговых слушаниях свое мнение по порядку выборов высказали все желающие. Сейчас идет обработка протоколов и предложений населения района. После чего комиссия депутатов райсовета примет окончательное решение, как будет избираться глава района. Решение должно быть опубликовано в 15-дневный срок. Илья Балханов, Анатолий Пряскин, телекомпания АТВ, Иволгинский район. Продолжаем выпуск. В Бурятии семьи с детьми могут воспользоваться льготной ипотекой. С 1 января ставка по кредиту снижена до 6%. 47 крупных банков получат субсидии в размере 600 миллиардов рублей с федерального бюджета. Воспользоваться льготами смогут все. Главное – соблюдать условия программы. Льготная ипотека предоставляется семье, в которых после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. В случае, если семья уже имеет кредит, то она вправе рассчитывать на его реструктуризацию. Это вторая позиция. Третья – эта квартира приобретается на первичном рынке, только на первичном рынке. На вторичном, то есть не рассматривается. Программа будет действовать до конца 2022 года. Напомним, на сегодня в республике проживает свыше 20 тысяч многодетных семей, которые нуждаются в жилье. Сегодня в плавающий дом на улице Шаляпина 2А с проверкой пришла комиссия эталона С. Мастер и главный инженер управляющей компании осмотрели сырые квартиры и подъезды дома. Из-за высокой влажности и постоянных испарений уже разваливаются стены и лестницы здания. Наш корреспондент Илья Балханов с подробностями проверки. Дом на воде. Иначе никак не назовешь. Жители не раз жаловались на испарение из подвала. На этот раз мы приехали сюда уже с комиссией. В прошлый раз мы не могли попасть в этот подвал, а теперь мы видим, из-за чего образовалась такая парилка. Абсолютно все в воде и ходить можно здесь только по трубам. Интересно, какое решение примет комиссия в лице ЖДА и эталона. Такую картину сотрудникам эталона видеть не впервой. По их словам, подвал этого дома подвержен затоплению. Однако, почему же до сегодняшнего дня меры принимались лишь по откачиванию воды, но никак не по устранению корня проблемы? А когда последний раз откачивали? В декабре. Ой, тут точно дату не помню. Я знаю, что помню. В начале, в конце, в середине? В середине декабря была. В середине декабря? Да. Вот в прошлый раз где-то минут 40, ну грубо говоря, час. Прошел, мы пришли сюда, все, вода, ее прямо видно, что она из-под земли поднимается. Есть предположение, что вода поступает прямиком из-под земли. Мол, на месте дома раньше находилось болото. Однако, это еще предстоит выяснить. Вызвать водоканал, вызвать ТГК, чтобы они взяли пробу воды. То есть, объясните, на что, на предмет чего? Ну, на предмет, например, загрязнения. Какая это вода, именно канализационная вода или это чистая вода. Вот они пробу сделают, анализ точнее. И там уже будет известно, в чем причина. Комиссия в обновленном составе соберется уже завтра. Мы же, в свою очередь, продолжаем следить за домом на Шаляпино-2А. Илья Балханов, Булат Жигмитов, телекомпания АТВ. Где зарплата? Этот вопрос работодателям сегодня задают почти одна тысяча человек. Если быть точнее, то 964 жители Улан-Удэ сейчас ждут своих денег от предприятий и организаций. Общая сумма просроченной задолженности почти 50 миллионов рублей. Сегодня у семи предприятий республики есть долги перед своими сотрудниками. Из этих семи организаций действующая только одна – МОСТ-Отряд-34. Все остальные – банкроты. Получить деньги от предприятий, которые находятся в стадии ликвидации, непросто. Не осталось даже имущества, которое можно продать. У нас ситуация по каждому предприятию разная. По некоторым организациям, таким как, допустим, МОСТ-93, процедура банкротства идет уже более 10 лет. Но некоторые организации попали в этот список банкротных организаций только в прошлом году. 7,5 миллионов рублей должны обрабатывающие предприятия и компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Предприятия транспорта задолжали своим специалистам свыше 10 миллионов, а самые большие долги перед строителями. Просроченная задолженность перед ними составляет более 28 миллионов рублей. Мы спросили у улан-уденцев, задерживали ли им жалование. Вам когда-нибудь задерживали заработную плату? Сколько угодно случаев. По запрошкам. Накапливалось даже до 30 тысяч задолженности их мне. В итоге отдали? В итоге отдали. Аэропорт, сами знаете, конечно задерживали. И на долго, и на год, и на полтора года. Очень сложно было, очень тяжело. Да? Когда это было? Ну, это было года три назад. Много вам был должен ваш работодатель? Ну, где-то за три месяца. Это примерно какая сумма? Ну, это где-то примерно около 50. Но цифры чиновников Минэкономики вряд ли отражают настоящую картину денежных отношений работников и работодателей. Статистики Бурятстата ведут учет только определенных организаций по соответствующим видам экономической деятельности. И не учитывают предприятия малого бизнеса. Поэтому какому количеству официантов, продавцов, поваров, автомехаников и дворников не платят зарплату, не знает никто. Руководитель Союза кинематографистов Бурятии Баир Дышенов объявил о запуске нового проекта под названием «Твой первый фильм». Суть проекта – открыть новые имена и найти свежие идеи для развития национального кино. Стартует программа в феврале. Желающие поучаствовать должны подготовить синопсисы, краткие пересказы сюжета. В марте-июле пройдут бесплатные курсы киносценаристов и режиссеров. Наша задача максимально подготовиться к питчингу дебютантов. И после этого пригласить постороннюю уважаемую комиссию экспертов, которые из наших представленных заявок выберут пять победителей. И после этого на базе, опять же, Союза представительства с партнерами мы пяти победителям, начиная с августа, снимем эти короткометражные фильмы. Очень хорошая мысль и идея по проведению питчинга в кинолаборатории. И Министерство культуры, хочу вас заверить, будет всецело их поддерживать. Хочу сказать, что у нас в настоящее время будут сохранены такие формы поддержки, как поддержка проката и поддержка кинопроизводства. Отмечу, что фильмы покажут в кинотеатрах Бурятии. Кроме этого, организаторы пообещали фестивальное продвижение киноработ. Одеть жителей Бурятии в телогрейки из овчины и сделать их визитной карточкой республики. Такую задачу поставила традиционная буддийская Санха-Россия перед фермерами и вновь провела выставку изделий из шкуры овец. На ней душегрейки, куртки и варежки представили все поселения Итоса Селингинского района. Также приняли участие и Волгинский, Кяхтинский и Закаменский. Какие работы понравились комиссии особенно, знает Екатерина Устюшенко. В семье Валерия Дамдинова выделкой шитьем одежды из овечьих шкур занимались еще прабабушки. У каждого были сожепши, телогрейка и дегел, дубленка, в которых даже суровые сибирские морозы нипочем. Шерсть тоже шла в ход, в том числе и на постельное белье. Раньше на свадьбу дарили сундук, это как британной невесте, матрас, одеяло, для новорожденного. Вот это все, как британное, все ложили. В общем, у вас британное, если что, есть? Ну, конечно. Раньше на выделку шкур тратили минимум 10 дней. С приходом современных технологий на это уходит 3 дня. О том, как выбрать качественную шкуру, нам расскажет Ирина. Ее бабушки, да, ваши бабушки понимали? Да, я с детства помню, как прабабушка, она вручную выделывала шкуру. У них инструмент был такой, мы за конфеты помогали своим бабушкам, прабабушкам. И вот как все-таки определить? Ну, вот эта шкура выделана, она качественная, потому что, когда ее зажимаем, она расправляется сама. Селингинский район – второй по поголовью овец в Бурятии, поэтому с него и начали возрождать национальные традиции. Сейчас цехи по выделке шкур есть практически в каждом поселении. Кто-то основывается на опыте своих предков, кто-то учится заново. По словам Хамбуламы, если продолжать в таком же темпе, всего за год овцеводство можно вывести на уже более промышленные масштабы. Приятно, что главы поселений, очень будем, даже соревнуюсь друг с другом, они начали, научились обрабатывать кожу. Вот это очень хороший посыл, очень хорошее решение, и данный опыт можно сегодня передавать в другие районы Республики Бурятия. Вот очередной проект Хамбуламы, и реально получается, что мы сейчас благодаря ему выполняем ту задачу, которая сегодня на самом высоком уровне ставится. Вернуться к экономике простых вещей. Первое. Займем людей. Во-вторых, это будет прибавка к семейному бюджету. Ну и в-третьих, вот мы же говорим о том, что вот мы туризм, туризм, туризм. Приехали к нам в деревню. А что нам показывать? Что нам дарить? Чем удивлять? А ведь правда, удивлять есть чем. Вещи не только теплые, но еще и стильные. Поэтому сделать национальную одежду визитной карточкой Бурятии задача вполне выполнимая. Просто нужно начать с себя. Вот это, допустим, у меня сестра старшая шила. Тоже, которая шьет сама. Братишка выделил. Сестра сшила. Поэтому я во всем своем, в родовой одежде скажу, можно сказать так. По решению комиссии первое место по праву досталось Шаргаланте. Серебро у села Иройское, бронза у Загустая. Следующая выставка пройдет через месяц. Поэтому у всех еще есть шансы отыграться. Екатерина Устюшенко, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ. В Улан-Удэ вручили премию «Человек года». В этом году было семь лауреатов. Эти люди ни политики, ни звезды. Это простые труженики, которые без остатка отдают себя любимому делу и вдохновляют других на подвиг. Кто они, герои нашего времени, узнавала Софья Гуртовая. Дарить детям радость. Для Елены Белоноговой это дело всей жизни. Будучи врачом, она уже 10 лет участвует в акции «Операция «Улыбка». Привозит лучших врачей со всего мира и бесплатно оперирует детей с рожденным расщеплением неба – зайчьей губой. С ее помощью около тысячи детей избавились от порока. Причем не только из Бурятии, но и из других стран. В начале ты не понимаешь, что ты делаешь великое дело. Но после того, когда ты выписываешь пациента и возвращаешься домой с большим багажом историй, опыта, ты понимаешь, что не могу жить без этого адреналина. Я хочу еще. И я еду в другие страны. Елена родилась в Бичурском районе. Однако в Бурятии ведут профессии, бывает нечасто. Потому девушке очень приятно, что малая родина о ней не забывает. Премия «Человек года» стала для нее неожиданностью. Мне сказали, что вы «Человек года». Я сначала не поняла, что это за номинация, как это с чем связано. А в январе месяце, когда мне уже позвонили и сказали, что я должна приехать сюда и получить эту награду, для нашей семьи это было большое счастье. Наша редакция постоянно находится в поиске хороших новостей, интересных историй. И иногда она нарывается на просто суперудивительные истории, суперудивительных людей с какой-то невероятной волей, с огромным сердцем. И мы таких людей сразу решаем номинировать на премию «Человек года». Потому что мы считаем, что таких людей, их историю должно знать как можно больше жителей нашей республики. Премию «Человек года» вручают уже в девятый раз. И как отмечают организаторы, это только начало. В Бурятии еще очень много удивительных людей, о которых можно и нужно рассказывать. В следующих выпусках мы обязательно поделимся историями других номинантов. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь. И до встречи в эфире. Покупай в «Абсолюте выгодно». Мыла «Сейфгард» со скидкой 39%. Всего 29 рублей 99 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. Только в «Барис». Скидка на порошок «Ариэль» 40%. На кондиционер для белья «Ленор» 30%. «Барис». Успей купить выгодно. Абсолют.